Привет, друзья! Снова с вами Антон Поспелов. Продолжаем наши монологи о нахлости. Первый монолог в этом 2020 году, так что с прошедшими вас праздниками. И у меня пара интересных моментов, которые я хотел с вами обсудить и поделиться. Я думаю, что это будет вам интересно и приятно. Ну, первое, то, что мы возобновляем школу по вязанию. Виталий Ананев продолжит, но запомните, это теперь по четвергам. И первое занятие состоится 20 января в 6 часов начала. Ну, так плюс-минус и 2 часа будет длиться до 8 часов, чтобы не впритык, чтобы отсюда собаками не выгоняли из торгового центра Экстрим. Это происходить будет здесь, это происходить будет бесплатно. Более того, впервые в этом году, только для тех, кто приходит на занятия, да, мы прекрасно понимаем, что этим воспользуются, да, так это будет 30% скидка на все материалы, крючки, инструменты, все, что касается вязания. Да, крючки для трубок не входят сюда, а крючки для вязания входят. И для тех, кто пришел, да, если вы пришли в 4 часа дня, вам не продадут со скидкой 30%, если вы пришли в 6 часов и просто посидели, получили скидку, можете, в принципе, уйти, но это будет последний раз. Мы действительно для тех, кто ходит на школу, кто занимается, кто хочет развиваться, вот для тех людей, энтузиастов, мы предлагаем большую скидку 30%. По программе занятий мы будем, как я в предыдущем видео уже рассказывал, больше всего фокусироваться на лососевую тематику, но, опять же, это очень зависит от самих участников. Если придут участники, которые на занятия ученики никогда раньше не вязали, может быть, им сложные лососевые мушки будет трудно вязать, поэтому каких-то азов. Но и на самом деле, если придут и продвинутые, и начинающие, то индивидуально Виталий позанимается. Это никогда не будет 100 человек, да и 15 редко бывает, поэтому мы и рассесться попросим подальше и как-то постараемся никого не напрягать в плане распространения всяческих болезней. Так что думайте, приходите, не в ближайший четверг, да, но я не знаю, видео-то выйдет, наверное, уже после четверга, в любом случае, 20 января 2022 года, первое занятие в этом году после длительного перерыва. Занятие ведет Виталий Ананев, ну, задавайте ему вопросы напрямую, что и как, с чем приходить, ну, в принципе, можно приходить без всего, чего-нибудь найдем. Второй момент, ну, видели, наверное, как я съездил в Боснию, мы давно хотели всей компании съездить, и мы таки поедем всей компанией в Боснию на половить форель и хариусов в рыбнике, пливе, сане, санице и так далее, и мы предлагаем вам поехать не в эту поездку с нами, это, извините, наш отдых, так сказать, почти семейный, когда мы сотрудниками будем отдыхать и ловить рыбу, не до клиентов, извините, но дальше можно записываться в группы. Приятно, что билеты подешевели, они уже не 50, а 30 туда-обратно, а если в будни выбрать там и 28 тысяч, конечно, это дороже, не 12 туда-обратно, как это было раньше, но, надеюсь, это будет снижаться, снижаться. Сроки, какие мы предлагаем, ну, в дальнейшем, это и следующий год можно обсуждать, и билеты, кстати, уже доступны, я имею в виду следующую осень, то есть с октября, когда у нас уже никакая рыбалка, и по конец апреля, с начала октября, по конец апреля, самые для нас тяжелые месяцы для российских рыболов, мы предлагаем вот эти реки, все эти месяцы, рыбалка там прекрасная, ну, за исключением каких-то временных ограничений, то там нельзя ловить, там маленький кусочек реки, то здесь нельзя, стример, например, но в основную массу времени можно все и как угодно, единственное, без борода и крючки, и, ну, только нахлост, евро-нимфинг можно. Что касается цен, мы вот посчитали, конечно, здесь не лагерь у нас, поэтому мы не ограничены количеством людей, ну, чтобы вы понимали, на 5-километровом рыбнике летом там до 150 человек бывает, это ужас, конечно, но зимой, особенно декабрь, январь и февраль, ну, вот мы никого встречаем, ни одного человека мы не встречаем на реке, ну, если поднялась вода в одной реке, можно поехать в другую реку, перевалить через горы, как мы и сделали, в рыбнике вода поднялась, мы переехали в Пливу, там идеальные, и вот вы видели мою 60+, форель. Мы посчитали стоимость, она, к сожалению, будет варьировать от группы, но минимальное количество людей четверо, то есть наш гид, который едет, показывает, рассказывает, организует все, и 4 рыболова. Это стоит будет на человека примерно 70 тысяч рублей, если, опять же, не изменится лицензия, то есть это очень ограниченная сумма, то, что распределяется между участниками за гида, ну, и все, собственно, остальное по себестоимости. Мы, как вот я, как компания, мы ничего, ноль берем за это, и в чем наш интерес? Наш интерес, первое, в развитии нахлости, второе, в опыте, который получают наши эксперты, и третье, конечно, в экипировке, потому что та экипировка, которая используется там, в Боснии, она почти никем не используется здесь. Это, там, первый, второй, третий класс удочки, как правило, это безбородые крючки, это специализированные специальные мухи, ну, вот, все, вот эта экипировка, она немножко отличается от того, что мы используем здесь. Ну, а для примера, если у вас 6 человек, да, то это 60 тысяч с человека получается. На мой взгляд, это хорошо, да, это важно упомянуть, что сюда входит. Билеты не входят, билеты вы покупаете самостоятельно, может, вы хотите лететь бизнес-классом. Сюда входит машина, ну, это мини-вэн, большой, там, 8-9 местный. Это бензин, естественно, который... Нюанс, виза не нужна, нужен иностранный паспорт. Но, поскольку мы едем не кратчайшим путем без заезда в Евросоюз, у нас безвизовый режим из Сербии, из Боснии, это очень важно. Это европейская рыбалка без визы. То есть, на визу вы не тратитесь. Еще раз, мини-вэн большой, это, там, дизель или бензин. Это полупансион, то есть, вы получаете завтрак, и ужин. При желании можно и пансион на обед возвращаться, но я никогда в жизни, там, ну, во-первых, балканская еда, она сытная, и объемы достаточные, не нужно обед. Но если вы прямо очень хотите обедать, то на пути ловли у вас находятся еще три кафешки-ресторана. То есть, ну, вы зашли, поели, выпили кофе, пиво, съели крендел и так далее. Я не трачу время на эти вещи. Значит, машина, бензин, полупансион, лицензия. Лицензия стоит денег, там, по-моему, 25 евро в день. То есть, одна лицензия будет стоить, там, достаточную сумму. Ну, вот, это основное. Естественно, в услуги входит наш эксперт, который показывает места, показывает способы ловли. Там есть и хариус, и форель, и тайменевые места. Если мы говорим период, когда можно ловить тайменя, а ближе к весне он начинает нереститься, его ловить нельзя. Но это не основная рыба, которую там ловят. Основное, это все-таки крупный хариус, крупная форель. Гид показывает мухи, показывает снасти, но он не занимается вашим забросом, не занимается техникой ловли. Он ловит. Вот наше отличие в том, что вы не получаете гида навсюда. Это проводник, скажем. Дело в том, что гид там стоит, ну вот ровно тех денег, которые вы заплатите за весь тур, гид стоит 150 евро в день в этих местах. Его можно отдельно попросить, это с человека. То есть, если вы 5 дней, а мы, да, мы важно говорим, мы говорим про 5 дней рыбалки. День отлета, 5 дней и день возвращения. То есть, полная неделя. Ровно 7 дней вы будете отсутствовать дома, 5 дней полных на реке и 2 дня в дороге. Так вот, 5 дней гида, если вы хотите с гидом работать, то это получается 5 на 150. Это сколько у нас? 750 евро. 750 евро у вас только был бы, это как раз те самые 60 тысяч. Так что не требуйте с нашего Леши или Виталия, чтобы они 100% отвечают на все ваши вопросы, они помогают вам утром, вечером показывают места, но они ловят, потому что они не получают там таких денег, какие заработали бы, кстати, в магазине за это время. Поэтому это их интерес половить там. Ну все, задавайте вопросы, про школу вы поняли, про Боснию, я думаю, у вас будет 1000 вопросов, звоните Виталию, пишите мне, я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Не факт, что в этом ближайшее время мы соберемся, но рано или поздно группы пойдут за группой, в этом я не сомневаюсь. Пока, увидимся в магазине Ленрике.